Мы когда записывали с Таней, в общем, у неё хорошо получилось так заряжаться, если она говорит «всем привет!», и вот она говорит «всем привет!», улыбается и начинает записывать. Так и мы сегодня. Всем привет! Сразу улыбка. Всем привет! Станислав, я не могу так улыбаться, когда курс евро 90 рублей за 1 евро. Для меня это печально. Я в трауре сегодня, но ты в белом, а я в чёрном. Что, на вино тебе не хватает? Да, но я, кстати, успел закупиться, купил партию вина до повышения цен, поэтому я счастлив. А я сейчас тоже успею купить, потому что старые цены ещё, и можно все рубли конвертировать в вино. Прекрасно, да. Если вы нас смотрите, а вы, наверное, нас уже смотрите, пожалуйста, делайте, как мы, вкладывайте в вино. Вот, это наша стратегия инвестирования. С нами Станислав Орехов, инфобизнесмен, миллионер, дизайнер интерьеров, владелец небольшого автопарка элитных люксовых автомобилей. Я бедный редактор, который объединил за неделю на 20%, даже слишком, из-за курса евро, поэтому я буду сегодня страдальческим голосом задавать Станиславу вопросы. А ты в рублях, что ли, хранишь валюту? Я зарабатываю в рублях, а трачу в валюте, поэтому мне печально. Ты откладывай сразу должен, конвертировать тогда в евро или что там у вас? Да уж куда там конвертировать. Вот все сейчас на хлебушек только с маслом все и уходит. Все жалкие копейки, которые ты платишь, они, я их сразу проедаю. Продукты у вас там тоже кончились уже все? Да, у нас все раскупили, вон пустые полки, ни туалетной бумаги, ничего, ни макарон, ни вообще ничего. Вот она загнивающая Европа. Вот ты смеешься, сидишь там в своем особняке, так сказать, под Москвой, крестьяне на тебя трудятся. Слушай, Станислав, вот расскажи твое ощущение, как кризис? Чуешь вообще? Что делать? Как быть? Ну, как, как всегда, в любой кризис для кого-то проблема, для кого-то... И тебе учиться платить тебе деньги за консультации? Ну, кто хочет спастись, наверное, имеет смысл. Как ты хочешь, чтобы я ответил? Ты Иисус? Да нет, ну смотри, во-первых, давай первый плюс, да, что времени стало больше, то есть где-то что-то отменили, вот мы все бежали куда-то гнались, даже не смогли посмотреть, оглянуться, да, на какие-то правильные вещи. Сейчас можно немножко посидеть, дома потупить, и когда сериалы все кончатся, уже возникнет вопрос, что делать дальше. Что делать дальше? Учиться, причем не важно, там ко мне, не ко мне, бесплатные способы, платные способы. Я всегда говорил, можно отмотать и посмотреть все наши эфиры, каждый эфир, я говорю, что там самое важное, это вкладывать именно себя в свои навыки. Я, допустим, себя прекрасно чувствую, потому что понимаю, что навыки, которые есть вот здесь вот в голове, они, в принципе, обеспечивают в любой жизненной ситуации, особенно в экстремальной, нормальное существование себе там и всем близким. А как ты вообще оцениваешь рынок дизайна, он попросядет в ближайшее время? Я думаю, что никак он не просядет, потому что те люди, у которых есть деньги, были деньги, они так и будут делать, и они будут скорее, как в прошлый раз, уже же так было. В прошлый раз, когда у компаний, у которых, ну, как бы, ну, небольшие запасы, они начинают димпинговать каким-то образом. То есть появится очень много рабочей силы, много появится каких-то предложений, люди будут скидывать там, в том числе и квартиры даже, какие-то стройматериалы, будут банкротиться компании. В прошлый раз, когда был кризис, у нас там знакомые тоже банкротились, и, соответственно, у них что было? У них был склад целый, паркета, вот, нам удалось там чуть ли не бесплатно его получить там для офиса, ну, и так далее. То есть вопрос, на самом деле, что для одних это горе, для других – возможности. И там, где ты не мог раньше что-то купить, сейчас ты можешь купить со скидкой. Ну, примерно так. То есть дизайнерам нет смысла сразу идти в эконом-сегмент и пытаться там как-то заработать, нет? Нет, надо делать то, что у тебя получается, сейчас переквалифицироваться уже поздно, то есть сейчас нужно скорее больше ум какой-то включать, да, больше мозгами работать, да, чтобы все было отлично. Вот, и, ну, тогда будет работать. А у поставщиков цены вырастут из-за курса? Ну, частично вырастут, наверное, естественно, те, кто в евро заводится. Но сейчас еще есть шанс, есть возможность закупиться по предыдущей стоимости. Ну, у кого есть, опять же, рублевые запасы, их надо конвертировать. У меня прошлый кризис, когда вот он был, ну, там не такой был скачок, как сейчас, сейчас вообще такой, типа, ну, небольшой, там, 20-30% получается. А тогда в два раза было, и вот тогда было жестко. То есть, ну, я рассказывал, у меня были в рублях запасы, я поехал и тупо истратил там 2 или 3 миллиона, просто закупившись по старым ценам, ну, то, что нужно было купить. В принципе, вот так можно. Сейчас еще паники точно не нужно наводить, но так или иначе, считаю, у тебя, ну, на 30% только повысилось, но ты можешь купить по старым ценам, ну, как бы окей. Я понял, хорошо. Технику имеет смысл покупать, там, мебель из наличия, да, особенно там у тех, кто банкротится, это тоже прикольно. То есть, кто-то начнет закрываться, подождать, можно и купить. Даже если в валюту не успели переехать, можно, ну, в рублях покупать будет. А как эти компании, которые банкротятся, как бы ты узнавал, куда бежать, где искать такие? Ну, иногда они сами пишут, что, типа, ребят, там, закрываемся и, ну, вот, покупайте, да, там, какой-то последний. Ты смотришь, не обманывай, действительно, последний, там, можно съездить на завод, на склад какой-нибудь и, там, собрать это все. Ну, короче, я этим не занимаюсь профессионально, я говорю о том, что, если ты ищешь себе какие-то возможности, то их можно найти сейчас, вот. У меня там, я не занимался этим, я просто, я технику покупал и мебель, по-моему, в то время, вот, это было выгодно. Сейчас не надо дергаться вообще, то есть сейчас вкладывать надо, ну, либо себе, как бы, запас какой-то ставить, там, минимальный, да, либо потихонечку, ну, причем, может быть, даже не самые дорогие какие-то программы покупать, но какое-то обучение, направленное на что? Ну, ну, или книги, там, или обучение, направленное на перепозиционирование и выстраивание отношений с потенциальными клиентами, ну, продажи, может быть, даже. Сейчас уже ты быстро не разве, ну, как бы, ты быстро уже ничего не сделаешь, чтобы мозг свой изменить. Раньше надо было думать, сейчас, как бы, вопрос освободившееся время, надо его, в общем, не профукать в сериалах, да, а именно заниматься развитием. Угу, ясно. Ты ожидаешь какого-нибудь наплыва студентов, там, запросов на коучинг? Ну, у меня пока все так же, у меня не сказать, что, как бы, и больше, и меньше, у меня стандартная история, каждый день люди практически что-то покупают, что-то записываются, ну, как бы, нормально, из Украины тоже ребята вот сейчас активизировались, поэтому я бы даже не сказал бы, что проблемы какие-то. Короче, у дизайнеров такая тема, кто понимает, что делать, он вообще не попадет, потому что он может со зарубежным рынком работать, и люди богатые есть, у которых там деньги в валюте. Представляешь, у тебя в валюте деньги там лежат, и у тебя, ты, короче, кто-то беднее стал, а у кого были деньги, ну, к примеру, наши заказчики, да, они богаче стали, примерно на эти же 30%. Но платят они в рублях дизайнеры. Да, конечно, дизайнеры-то в рублях платят, но, как бы, ну, и хорошо, получай в рублях, пока еще на продукты цены не повысили, все, ну, все окей. Да ничего страшного не будет, на самом деле, по неспособности. Ты не будешь фотографироваться головой в туалетной бумаге игреечкой, как некоторые дизайнеры делают, известные. Ну, не знаю, время покажет. Не планируешь привлекать таким образом дизайнера заказчиков. У меня таких талантов нет пока, возможно, чуть позже откроется. Ну, слушай, у тебя прекрасное тело, в отличие от меня, мне кажется, ты можешь попробовать, так что... Мы устроим голосование в канале, наверное, если все проголосуют, то придется тебе фотографироваться, вот так. Окей. Хорошо, я тебя понял, да, звучит довольно оптимистично, хоть кто-то оптимистично себя чувствует в кризис. Ну, я пока тоже не пострадал, но есть у меня такая какая-то опасность, что ощущение, что вот эти кризисы, они на краткосрочной перспективе сейчас, они пока не чувствуются. У всех есть деньги, работа, все компании трудятся, ко мне тоже приходят клиенты. Но вот спустя полгода, мне кажется, год, я слишком молод, чтобы там прям кризисов таких почувствовать, но вот кажется, что типа к лету начнут, не знаю, кошельки скудеть у заказчиков и все. Ну нет, деньги никуда не денутся, они в любом случае есть и будут, они не исчезли. Они будут перераспределяться, соответственно, они будут распределяться к тому, кто придумывает новое предложение. Ну, что такое кризис, любой кризис, что это такое? Это, ну, по сути, смена неких устоявшихся устоев, которые были. И твоя задача, обладая умом, там, сообразительностью, придумать какие-то вещи, которые раньше были, ну, не нужны или нелогичны, да, взять ту же самую, там, гречку, там, бумагу и так далее. То есть кто-то же на этом сейчас, прямо сейчас обогащается в магазинах, да, и так далее. То есть, ну, соответственно, кто там умел подсуетиться, либо кто сейчас подсуетился, уже тоже что-то могут там с этим сделать. Это такой пример бытового уровня. Если говорить про дизайнеров, то там тоже можно какие-то темы сделать, да, ну, то есть, там, какие я пока не знаю, да, ну, у меня сейчас есть, как бы, клиенты, я веду проекты, ну, никто не закрывает, все нормально у нас. Крупные компании также продолжают вести проекты. Премиум-сегмент, вот только что сегодня, сейчас я прямо со встречи еду и вот будем брать в работу, там, дом на полторы тысячи метров. Сейчас обсуждали, как это будет, ну, выглядеть. Соответственно, запрос есть, человеку все равно делать надо, жить-то где-то нужно, иначе твоя недвижимость просто простаивает. То есть надо понимать, что если ты купил, а многие сидят в недвижимости, ну, покупают коробки с инвестиционной точки зрения, и чего, они либо в ней сидят, ты их не продашь никак. Либо тебе надо там ремонт сделать и продать с ремонтом, либо тебе надо ее сделать все равно ремонт и сдавать, иначе это просто бетонные коробки, которые, ну, как бы в неликвид уходят. Либо ты ее должен скинуть по минимальной цене, а если ты будешь скидывать по минимальной цене, вот как у меня было, я, в принципе, купил очень неплохо и удачную недвижимость. Тоже рассказывал где-то с дисконтом 100 тысяч долларов, что, в принципе, было очень неплохо. Ну, то есть такой нормальный-нормальный дисконт. Почему? Потому что в кризис попало, у меня были деньги в валюте. То есть будут такие люди, будут такие ситуации, просто случайно, да, у кого такая ситуация возникает. Ты должен подсуетиться и как-то там оказаться. А для этого ум нужен. Собственно, есть у меня вопрос о девушке, которая зовут Яна. Яна, привет. Спасибо большое, что оставил вопрос. Я, как и обещал, своими устами его Станиславу пересказываю. Хочу задать вопрос для Станислава. Тьфу ты, господи. Хочу задать вопрос для Станислава. Я новичок-дизайнер, работаю уже два года помощником. По ходу работы обучаюсь всему, что нужно для этой работы. Подмор материалов, поставщиками, чертежи. В ходе работы очень много ошибок. Часть из-за моего незнания, часть из-за недопонимания с руководителем и отсутствия системы и разницы мышления. Я технарь, а руководитель гуманитарий. Вопрос в следующем. Как, на ваш взгляд, лучше поступить? Оставить эту работу и найти полноценное обучение? Или продолжать работу и стараться прокачивать свои навыки и внедрять какую-то систему на этой работе? А может, какой-нибудь другой вариант подскажете? Вот такой вопрос. А ты сам как думаешь? Ух, я, слушай, не ожидал такого сейчас. Я не подготовился сейчас. Ты запомнил хоть вопрос? Ты так долго его читал? Думаю, сейчас. Да. Ну, слушай, я не спец. И, наверное, я на извини, если ты ожидал. Станислав, наверное, сейчас свое мнение скажет. Я свое скажу. Ну, во-первых, я чуть не верю в эту разницу технарей-гуманитариев. Я сам по образованию закончил спирантурой, инженер-математик. И вот работаю редактором. Как-то фиг знает. Не заметил ничего особенного. Ну, ладно, это отступление. Яна говорит, что может быть вариантом внедрить на работе систему. Из моего опыта общения со Станиславом, он несколько раз такое говорил, что можно взять какую-то часть направления работы и сказать, давай я там приберусь, там все настрою. Я буду как бы партнером в этой сфере. Допустим, там, работа с поставщиками или, не знаю, там, авторский надзор. Я там все сделаю как мне нужно и типа в таком ключе заниматься. Как я понимаю, для владельца студии, к примеру, это, наверное, хороший вариант. Не знаю. Спрашивает Яна по поводу поучиться. Звучит круто. Я, правда, не уверен, что новичок в дизайне, который работает помощником, может системному дизайну научиться или может? Станислав, что скажешь? Ну, давай вот на последний вопрос отвечу. Да, может, может научиться, но, ну, как бы не так быстро. И все надо последовательно делать. Давай, ты дальше расскажешь или мне тоже что-то комментируешь? Нет, давай ты, слушай, я все уже выдохся, я даже не знаю, что сказать. Ладно, смотри. Обучиться можно чему угодно. Вот у нас есть 7 плюс 7 технология. Да, это вот платный курс, можно пройти, он недорого стоит. Но он объясняет вообще, что нужно делать для развития своего творческого потенциала. Всем рекомендую, ссылочка будет внизу. Есть также видео бесплатное, на час, там объясняется вообще, какие навыки нужны, что делать. В чем самая главная суть заключается? В том, что нужно понимать, если ты работаешь на работе на кого-то, ты работаешь в двух вариантах. Первый вариант, ты работаешь в хаусе, в компании, гуманитарии так называемого, да, где все вот как-то вот так вот непонятно. И ты будешь пытаться, если наладить что-то в этих процессах, с одной стороны это хорошо, да, но с другой стороны, скорее всего, у тебя не будет полного раздеправления и у тебя опыта не будет. То есть ты будешь по сути тренироваться, да, в какой-то компании. В принципе, это неплохо, да, ты можешь там все запороть, конечно, но это не твоя компания, ты тренируешься на кошках. Вот, может быть, это не совсем честно по отношению к работодателю, вот, но как бы тебя назначили и ты делаешь. То есть это в безопасности ты тренируешься. Можно ли сразу же пойти свое что-то строить? Тяжело, потому что без опыта, без поддержки, то есть у тебя просто в голове не хватит навыков для того, чтобы это все построить. Можно ли работать в компании на какой-то должности? Ну, там, допустим, в дизайне интерьеров, там 10 функций, да, есть. Можно. То есть ты копаешь либо в том, что ты хочешь организацию делать, то есть это первый вариант, в компании хаотичный, например. Второй вариант, когда ты открываешь что-то свое, ну, и рискуешь, да, и третий вариант, это когда ты выбираешь какую-то одну отрасль, будь то визуализация, там, дизайн, комплектация, ну, что-то одно, и там становишься экспертом. Везде есть плюсы и минусы, везде есть риски, да, чем больше ты потенциально будешь денег получать и больше управлять, тем больше у тебя рисков, тем больше тебе нужно, ну, как бы быть более, таким, больше обучаться даже надо, да. Если мы говорим о том, что ты в безопасности сидишь, там, дизайн делаешь, ну, например, но у тебя ты ограничен деньгами, которые ты будешь получать, никто дизайнеру не будет платить, там, больше ста тысяч, ну, в принципе, зачем это надо, наемному, потому что, ну, всегда выгоднее другого найти, вот. Поэтому я не могу дать ответ точно, вот, девушке Яне, да, что нужно делать, тут нужно каждому самостоятельно разобраться, чтобы разобраться, я дал вот стратегию, можно посмотреть видео, там будет все понятно, потому что это выбор каждого. Слушай, такой вопрос, а если компания хаотичная, как я понял за ее описание, она, когда у вас начальник гуманитарии, вот это все, можно ли к такому руководителю прийти и сказать, слушай, отдай мне направление визуализации, я буду там, типа, главный? Можно, ты можешь сказать что угодно, но ты не будешь главным в направлении визуализации, чтобы организовать любое направление любой компании, тебе нужно иметь мозг руководителя, а как, если ты был дизайнером всю жизнь, как ты будешь заниматься этим? Ну, представляешь, ты всю жизнь катался на велосипеде, а тебе говорят, вот тебе болит Формула-1, управляй. Ну, то есть, ты придешь, говоришь, дайте я покатаюсь, ну, как бы, ты вырежешься до первой бетонной стены, вот, поэтому сказать-то можно, но, скорее всего, ты там разобьешься. То есть, типа, вероятнее учиться идти все-таки? Ну, тут надо понимать, если ты идешь на, ну, куда, то есть, как учиться вообще, это может тоже, как бы, не учить, ты учишь навыки свои, ну, то есть, что такое управление? Это управление, понимание, что такое продукт, да, вообще, как его создавать, это первое, чему надо понять, да, второе, это что такое клиенты, какие есть, как они покупают, и психология, третье, там, управление сотрудниками, четвертая система, ну, то есть, там очень много навыков, семь навыков надо получить на каком-то базовом хотя бы уровне, чтобы начать. Дальше в процессе жизни ты их развиваешь. Любое обучение, если мы говорим об обучении нормальном, да, качественном, то это присвоение тебе навыков, это не информация, вот мы с тобой обсуждали, там, ребята, они выложили эти самые видео, я посмотрел, думаю, ребята, вы, типа, там же как из книги пересказ, то есть, что я из этого курса пойму, я только время теряю, я книгу почитаю быстрее в 10 раз, чем аудио там идет, а никаких практических знаний там нет, вот в чем дело. Кстати, Станислав говорит про то, что Bank Bank Education открыли на месяц бесплатно библиотеку своих курсов, и мы с ним немножко пообсуждали, у меня на самом деле немножко другая философия, мне кажется, что многим людям просто нравится учиться, как есть, ну, просто получаешь удовольствие от смотрения умных людей. Вообще не вопрос, да, вместо сериала вот такая тема, просто не надо называть это, ну, например, там, курсом или там, что ты послушаешь что-то бесплатно и чему-то научишься. Обучение идет не от информации, а наоборот, избыток даже информации не нужен. Обучение идет от внедрения навыков, то, что больно и никто не хочет. Простой пример, чтобы научиться продавать, там, надо продавать, соответственно, ты должен тупо взять телефон и начать звонить клиентам. Очень сложно человека заставить. Пока вот ты вот его рядом с собой не поставишь, говоришь, вот, бери телефон, звони. Говорит, я попозже. Нет, звони сейчас, набирай, включай, набирай. И ему тяжело все равно, а сам он никогда в жизни не сделает. Ну, это простой пример с телефоном, да, так тоже самое практически везде. То есть у тебя должна быть либо очень большая мотивация, плюс у тебя к мотивации должна быть какая-то стратегия, как действовать правильно в виде заданий, не в виде информации, что надо делать. Тебе, в принципе, без разницы даже, что надо делать. Тебе не нужна теория, тебе надо тупо делать. В процессе ты поймешь. Ключевая задача обучения, за что платится это на самом деле на всех курсах. Вот то, что многие вообще не понимают, которые там, ну, хейтят, да, допустим, обучение там, инфобизнес, и еще что-то. Там не информацию дают, информация вообще не нужна. Там тебя тупо заставляют делать то, что ты делать сам никогда не будешь. И вот за это ускорение, за вот эту вот тему, что ты взял и сделаешь, и кто-то будет с тобой заниматься, давать тебе обратную связь. У Ягодкина такая тема есть по обучению. Это самая интенсивность, то есть ты должен постоянно делать, обратная связь обязательно должна быть, и изоляция, то есть тебе надо заниматься одним делом в единицу времени. Вот это три базовых кита обучения. Это написано в умных книгах, умные люди изучили. Если ты что-то просто смотришь, то у тебя по сути ничего нету, ну, интенсивно ты только можешь смотреть информацию, которая у тебя не усвоится. Есть такой феномен, что ты книгу, когда начинаешь читать, что неважно, сколько ты ее будешь читать, сейчас объясню. В общем, если ты ее будешь неделю читать, ты ее забудешь. То есть равноценно по впитыванию информации, что ты книгу любой толщины прочитаешь, хоть за час, хоть за неделю, ты запомнишь одинаково. А если запомнишь одинаково, зачем тебе неделю читать, тебе выгодно за час. Надо не читать, надо отрабатывать книгу любую. Вот это все надо понимать. Это еще вот тема такая, давай сейчас что-то много, но ладно, раз тема важная, давайте все равно расскажу. Это тема про онлайн-обучение, онлайн-образование, которое есть. То есть важно именно что? Важно, что ты берешь какой-то материал, его надо отрабатывать. Вот это самое главное. Просто знать, это не нужно, это даже лишнее, ты просто время свое тратишь. Ясно, интересно. Слушай, ты не веришь в такое, что человек посмотрит какие-нибудь курсы и, не знаю, влюбится во что-то? Ну, не знаю, вдруг он увидит курсы про дизайн интерьеров, посмотрит бесплатный урок, такой, блин, хочу этим заниматься, всю жизнь мечтал, нет? Конечно, да, ну, естественно. То есть, если ты хочешь войти в профессию, посмотреть, что там такое, это отличный метод. Просто мы говорим о разных вещах, либо, ну, типа, для входа в профессию, это одно. Но тогда я лично, например, книгу почитаю, я 10 раз выгоднее гораздо прочитаю. Быстрее, я времени меньше истрачу. Кому-то, да, интересно. Просто люди замещают получение информации с получением знаний и умений. Это разные вещи. Я согласен. Про книгу не договорил, кстати, важная вещь, что неважно, сколько ты учишь, типа, неделю или, ну, 30, получается, минут, да, у тебя одно и то же. Чтобы усвоить больше, тебе надо это отработать. Вот, поэтому ты берешь маленькую главу, конспектируешь и на практике тут же. Вот так происходит обучение. И ты так читаешь книжки? Да, обязательно. Не, ну, сейчас, я не читаю книжки, я их так отрабатываю. Книжки я читаю, чтобы понять, что там нового есть. Я, в принципе, все книги, в принципе, об одном и том же написано. То есть, там нет никаких-то супероткрытий каких-то таких вот, что вот мы открыли, уже все изобрели, там, не знаю, 500 лет назад, я думаю, со времен Аристотеля уже было. Они тогда уже управляли людьми, мотивировали их и так далее. То есть, все, ничего не поменялось. Вот, вопрос просто в каких-то технологиях, в каких-то фишках, но принципы, они одни и те же. То есть, нового ты ничего не откроешь. Там примеры будут другие, но в целом все одинаково. И твоя задача просто применить для себя, вот именно применение общих знаний, которые тебе дают в книгах на себя, это тяжело, потому что ты не можешь переложить опыт, который ты вытаскиваешь из книги, на свою ситуацию. Ты говоришь, а у меня-то не так, у меня это не сработает. И вот, чтобы тебе показать, как в этой умной книге написано и как это у тебя сработает, тебе нужно кто-то, там, тренер, обучение, чтобы это быстро сделать. Да, ты можешь это делать, там, в течение года сам, там, вот, но кто-то так и делает на самом деле. Кто-то берет ускорение, ну, там, коуч или еще что-то. Ну, примерно так. Я понял. Хорошо, интересно. Слушай, а как вот ты на своих курсах дизайна заставляешь людей, ты тоже заставляешь их звонить и продавать дизайн или что, как ты можешь заставить дизайнить, это как вообще? Садишься рядом и говоришь, рисуй или что? Не, ну, у меня такого нет, то есть у меня нету такой вот мотивации на продажу или всего остального. Ко мне вот на дизайн, дизайн это технология изучения, да, чего-то, то есть там достаточно просто. Как я могу облегчить процесс обучения? Я могу сделать на части поделить, ну, я могу дать методику, методологию, да, как с помощью ряда упражнений, как с помощью ряда упражнений, которые я даю, ты можешь понять, как делать дизайн. Ни в одной книжке ты этого не найдешь. Нет ни одной книжки, не существует, в которой тебе будет написано, типа, вот так вот делай, у тебя получится. Там будет другое, там будет, вот тебе там веер, допустим, цветовой, там будут история стилей, там будут там правила планировок даже будут, еще какие-то вещи, но нигде не будет написано, как мне это все взять в голове и соединить. А вот у меня есть методика, как это постепенно начать соединять, то есть за счет упражнений. Причем это, ну, как бы, человек ее отрабатывает и в какой-то момент у него щелкает, у него раз и получается. Я помню такой момент у себя, когда я был визуализатором, когда я делал, 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 была насмотренность, опыт, насмотренность, опыт, еще, еще, еще и раз, мне просто все сошлось в единое, помог еще мне преподавать, не преподаватель, а архитектор, да, с которым я тогда работал. И он мне дал ключ по сути, и у меня раз и все сошлось. И в этот момент я вот вообще все понял. То есть будет такой момент, когда чаша переполняется и ты вдруг все понимаешь. То есть моя задача людей дотянуть до этого момента. А все технические навыки, все есть в интернете. Ну, то есть если ты не знаешь чего-то там, как стяжка укладывается, либо там свойства материала, ну вот я же не знал свойства материала вот этой штуки, да, я вообще не знал, что это такое. Я попросил девчонок, они сделали анализ по таблице, я сел и проанализировал. Все заказал опытным путем, сейчас мы бьем на стену и посмотрим, как это выглядит. Ну, то есть вот дизайнерская работа. Я ничего об этом не знал, но я же могу узнать, могу. Интересно, блин, ващит лево. Вот я, кстати, есть такая школа, одна известная в интернете, там учат дизайн, но в том числе не интерьеров, а веб-дизайну, в том числе и редактуре, управлению. И студенты часто жалуются, мол, типа нам, типа знаний не дают, вот говорят, иди сам копайся, изучай. Мне кажется, что в этом есть какой-то смысл. Они, по сути, тебя отсутствие обратной связи заставляют, то есть они требуют от тебя результат, говорят, принеси нам там сверстанный лендинг. Но не дают тебе как-то практических имендаций, как это сделать. И вот эта какая-то совокупность потребностей в результате и отсутствие обратной связи заставляет людей самим учиться. Но это похоже на то, как ты говоришь, бери телефон и звони, все стоят на тобой и смотрят. Нет, то, что ты описал, там никто не звонит. То, что я слышу, это иди сам изучай. У человека должна быть очень большая мотивация это делать. Я говорю больше о том, что современное обучение в итоге должно быть как маленькие интересные задания, которые, может быть, ты даже не видишь, как приведут тебя к результату. Но небольшой какой-то проект. Вот тебе надо сделать там лендинг, иди копайся. Придешь, мы тебе расскажем. Нет. Тебе надо, допустим, лендинг, чтобы сделать, тебе нужно сущности объяснить. Объяснить сущности – это задача преподавателя. То есть как бы я объяснял? Я бы объяснял буквально на 3-5 минут, что такое вообще теория лендинга. Дальше бы я дал бы готовые заготовки, шаблоны, из которых он состоит. Дальше бы я объяснил, как этот шаблон использовать, для какой аудитории. Спросил бы, как это все дело, вернее, показал бы, как это дело использовать в зависимости от типа клиентов и типа продукта. И сказал бы, а теперь включайте мозг. То есть я бы загрузил именно определенные данные, небольшие причем, не более чем на минут 30-40, может максимум час. И именно это было бы задание мне каким-то, ну то есть таким маленьким шаблончиком. Человек бы сделал маленький кусочек, структуру, например, мы бы структуру разобрали, потом следующую, потом следующую. То есть целиком нельзя давать задание, надо давать по частям. Я понял. Приоткрыл, так сказать, сетилище своего образовательного опыта. Да это не моего. Ну то есть это естественно, так человек учится. Это в голове так происходит процесс, если происходит по-другому, ну то есть он хуже учится. Это просто статистика. Это что же надо знать, видишь, это как бы, ну то есть я это доходил, скажем, до этого долго, да, самостоятельно, а вот там год назад пошел на курсы и сказал, блин, так я увидел, что это уже все разложено. И я просто раньше не знал, если бы я знал раньше, что уже это есть, просто у меня не было информации, да, вот ну какой-то, да. И если бы я знал раньше о методике, то скорее всего я бы пошел на этот курс еще раньше, потому что ну я там потерял пять лет, например, ну поняв там, почему у меня что-то работает, а что-то не работает. А ты планируешь в ближайшее время куда-нибудь пойти поучиться, хочешь? Пока нет. Пока у меня в принципе все темы закрыты. Ну потому что я в том году закрыл, мне еще одну тему не хватает, это юмор, то есть нужно вот на юмор хочу сходить как-нибудь, я еще до нее не дошел, а все остальные в принципе я более-менее знаю. Ну то есть там продажи, переговоры, темы по дизайну, общение с людьми, мотивации людей, создание систем, ну то есть достаточно навыков для того, чтобы ну как бы создавать продукты, ну то есть вечно же учиться, тебе учиться для чего надо? Для того, чтобы там эффективнее работать. Вот мне пока не хватает именно ну какой-то вот части ну как бы стендапа выступления, мне кажется, это такая полезная штука. У меня пока ее нет, я как бы осознаю, но ничего страшного, получу. Да ты вроде нормально говоришь. Ну нормально, но не окей все равно. А слушай, а ты вот ушел тоже от, во-первых, да, я хочу поправиться, вот ребята выложили банк, банк или как они называются? Бэнк Бэнк Эдикейш. Вот, ребята выложили курсы, я не то что против, да, их там что-то критикует, я хочу сказать, это замечательно, все супер, я просто говорил о явлении, что по видеоурокам не надо думать, что ты чему-то научишься. Когда ты видишь видеоурок и у тебя может быть, у человека, который не понимает, если ты слушатель с интернета, допустим, начинающий, у тебя может быть ложное ощущение, что я сейчас, я же посмотрел 20 уроков и я чему-то научился. Нет, ты учишься не когда ты посмотрел 20 уроков, когда ты сделал там два каких-то задания, вот, чтобы не было вот здесь как бы такой вот темы. То, что продается, это отлично, как бы ты посмотрел, послушал, как элемент продажи для них, ну да, это супер, но это другая тема, это не для обучения, это для продажи. А у тебя какая позиция, ты сказал, у тебя чуть-чуть по-другому? Ну, слушай, у меня, не знаю, опять ты меня поставил в тупик. Ты задаешь вопросы, я не знаю, что ответить каждый раз, как так, я хоть не уверенный. Тренируйся, ты уже должен. Да, сейчас. Соберись, Сергей, ты можешь, давай, сейчас. У тебя какая позиция к образованию? Ты сказал вот, что типа, а вот мне, типа, прикольно, что люди смотрят. Я согласен с тобой, ну, то есть, нужно сказать, у меня большой опыт, но не очень систематизированный. Я преподаю, типа, 4 года, но не так профессионально и массово, как ты. Я какую-то свою узкую сферу могу хоть немножко людей научить. Я согласен с тобой по поводу практических знаний. У меня есть, например, там есть урок, я рассказываю людям, как писать статьи в формате карточек, как то, что Медуза делает. Раскладываю, как, из чего они устроены, как там все это выглядит. А что это за карточка, в чем там смысл? Ну, как, можно зайти на Медузу, там есть статья в карточках, такой набор вопросов, на которые в статье отвечают. У меня есть урок, я рассказываю, как это устроено, я просто много их понаписал. И я раскладываю людям, говорю, вот так, вот здесь, вот здесь так заголовки пишутся, здесь вот это. Я говорю, понятно, все говорят, понятно. Я говорю, домашка, идите, напишите статью в карточках свою. Никто не может в первый раз сделать. Ну, то есть, типа, нет навыков у людей, и в итоге, когда они приносят, мы их разбираем, я подсказываю, где как что исправить. Там 5% людей, даже после того, как я им конкретные ошибки указал, в принципе, не могут ее даже исправить, они просто не понимают. Ну, бывает. То есть, я согласен, что есть теория, которая, есть практика, они как бы напрямую никак не сочетаются. Нужно, есть между ними какой-то болезненный процесс, освоение новых навыков, он точно есть. Вот за это и платится, на самом деле, это и есть суть обучения. Что из ситуации, когда ты знаешь в теории, как надо, до ситуации, когда ты можешь повторить, как бы вот надо вести. Это та суть, за что платится в обучении. Еще я за собой такую штуку заметил. Мне часто некомфортно преподавать, когда я не могу обратные связи дать людям. То есть, когда, например, меня приглашает какая-нибудь компания на тренинг, и чтобы я научил там, не знаю, HR вписать тексты вакансии. И они говорят, слушайте, нам не нужно вот все вот это там разбирать, там вот это все. Давайте вы просто там проведете, три часа расскажете лекцию с презентацией, и все, этого достаточно. У меня был такой опыт однажды, и это было ужасно. Я сам себя чувствовал ужасно неуверенно. Через 15 минут люди уставали меня слушать, сели Инстаграм и листали свои. Ну, то есть, как бы чувствуешь себя преподавателем институте, читаешь бумажки, ну, как бы какая-то шляпа. И второй раз меня позвала другая компания, они говорят, давайте лекцию. И я в процессе лекции, через 15 минут я свернул презентацию, говорю, давайте вот моя почта, кидайте примеры своих рабочих задач, которые вы сейчас делаете прям. Давайте их прям сейчас будем улучшать в процессе и разбирать. И самое-то, как бы, это эффективнее, вероятно, оказалось. Но самое интересное, что я себя чувствовал комфортно как преподаватель, потому что я чувствовал, что я пользу могу дать людям напрямую, вместо лекции скучной. Ну да, когда у тебя 3 часа там есть, тогда лучше, конечно, примеры брать и примеры разбирать, потому что за 3 часа ты ничего не научишь. Вообще никак не научишь. Это просто невозможно. Если у тебя 3 часа есть, твоя задача либо продать им твой дорогой курс, ну или там долгий, да, месячный, это ты с максимальной пользой этим ты дашь. То есть твоя задача за 3 часа мотивировать их, чтобы они пошли эту тему изучать, если она им нужна. А может быть этим людям вообще это не нужно, и тогда твоя задача просто дать им шаблон. То есть, в принципе, отличная тема. Ты говоришь, у меня есть шаблон, как писать резюме. Давайте мы вас научим писать резюме по всем вакансиям. Вот вам шаблон и поучимся его заполнять. В принципе, это было бы шикарно. Звучит круто, кстати. Мне нравится. Да, прям, да. Согласен. Шаблон это круто. И в итоге ты можешь таких шаблонов сколько хочешь продать. То есть, ты можешь шаблон на резюме, там, токаря шаблон на резюме, там, какой-нибудь HR, еще кого-то. Потом еще какие-то шаблоны. То есть, в целом, ты можешь таких лекций сколько хочешь наделать. Вот она, как бы улыбкой системы, да, проявляется в тексте. Ну, в принципе, да. А у тебя вообще все систематизировано? Да, абсолютно. Ты просто сейчас говорил, что ты вот эту штуку звукоизолирующую покупал. Ты дал помощнице, ты сказал заполнить таблицу. А что, расскажи про это немножко. Что за таблица? Сам я придумал, как это устроено. Да, есть такая тема у меня на курсе по комплектации. И в книге тоже написано. Такая тема, как функция помощника заполнять блиц-обзор. Что такое блиц-обзор? Вот я, допустим, ничего не знаю про что. Ну, давай какую-нибудь тему. Про рыбалку, например. Вот рыбалку. Я ничего не знаю про рыбалку вообще. Ты знаешь, что это про рыбалку? Нет. Нет. Вот, мы с тобой вообще абсолютно, да. То есть, есть рыба в магазине, да, в аквариуме. И есть рыба в аквариуме. А есть какие-то люди, для которых там целая жизнь. Там рыбалка, значит, речная, морская, какая-нибудь подводная. То есть, видишь, у нас уже какие-то классификации. То есть, первым делом я классифицировал вот эти вот три вещи системно. Потом, допустим, что мне нужно знать? Мне нужно определиться область применения. То есть, я не хочу вообще все знать о рыбалке. Хочу знать все, допустим, о речной рыбалке. Значит, морская, подводная, мне неинтересно. Есть ли речная рыбалка, да? А еще есть подлёдная, кстати. Вот мы что-то забыли. То есть, ты сужаешь область, которую ты хочешь узнать. Потом ты понимаешь в этой области. То есть, твоя задача за 30 минут выудить из эксперта, из интернета, откуда угодно информацию по этой теме. То есть, можно в интернете полазить по форумам, да, допустим, неплохо. Мой любимый прием – это ты находишь примерно… То есть, ты ставишь себе будильник на 30 минут, и твоя задача узнать все по максимуму об этом. Как я делаю? Я обычно либо по форумам лажу, либо нахожу какого-то эксперта и звоню по телефону. Говорю, ребята, вот у меня такая-то тема, я хочу у вас там заказать удочку какую-нибудь. Типа, подскажите мне, типа, какую мне удочку брать. Вот, и начинаю просто вопросы задавать. И я должен попасть не на продавца, а на эксперта. То есть, я там 10 минут трачу на то, чтобы эксперта найти. И, допустим, за 20 минут я у него… У меня же есть анкета, да, продукта. Ну, или там любая анкета систематизированная. У меня есть вопросы заранее подготовленные. И мне, в принципе, понятно… То есть, карточка продукта подойдет, которая универсальность твоей книжки. Да, да, да. И я за полчаса буду знать о рыбалке больше, чем, не знаю, какой-нибудь заядлый рыбак. Ну, потому что я системно это сделаю, быстро. Вот, а потом я беру вторую карточку и третью. И потом сравниваю, допустим. Ну, вообще, у меня может быть задача, если я хочу выбрать себе хобби, я должен выбрать себе хобби, какую рыбалку. Типа вот морская, подводная и речная. Плюсы-минусы каждого. И есть такая функция менеджера-помощника. Это как раз-таки делать анализ. За этот анализ платят деньги. То есть, я как руководитель, я даю задание помощнику. Помощница, пожалуйста, найди мне. Ну, типа, узнай, какую мне рыбалку выбрать для хобби. Она меня должна спросить, какие у меня требования. Уйти в интернет, ничего не зная об этой теме, быстро дать мне плюсы и минусы каждого. В принципе, это то, чем занимается комплектатор. Это навык, за который платят очень хорошие деньги. Потому что время руководителя стоит дорого. Либо я сам буду полтора часа тратить, либо за полтора часа я заплачу там 3, 5, не важно, сколько тысяч рублей. То есть, каждый по-своему. Но у меня будет взвешенный анализ. Понимаешь ценность? Да, да. Слушай, а как ты уверен, что помощник ничего не упустит? Ну, я посмотрю на отчет, она не сможет сделать отчет без анализа. Потому что я спрошу, хорошо, ну вот давай расскажи. Она должна мне рассказывать. И она должна как бы рассказывать сама со слов эксперта. Ну, нормально. А если она заполнила карточку, плюсы и минусы, то она мне скажет, вот давай, типа речная рыбалка плюс какой, что, например, ты можешь выйти на речку, которая вот у тебя тут рядышком, да, морской, тебе надо ехать, билеты покупать, там какая-то отдельная история. Значит, но в море там рыбки красивее, да, допустим, а здесь рыбки там в мутной воде. И здесь комары, допустим. Ну вот, к примеру, она мне дает эти данные, я сам уже делаю анализ. То есть, не она за меня делала этот анализ, а я сам говорю, окей, спасибо, я выбираю там подводную какую-нибудь. Лучше я буду ездить туда один раз в год, но зато супер, там на две недели, с водкой, с ребятами, на яхте, все как положено. Вот, может быть, мне такой отдых нужен. Ты миллионер, безусловно, тебе именно такой отдых нужен. Слушай, а такой вопрос. Ты говоришь, здесь задействованный эксперт. А для эксперта в чем цемент вообще на какие-то глупые вопросы отвечать? Он же эксперт, у него времени нет, он занят. Да нет, он думает, что ему продавать, ну, что он продаст. Я ему звоню, говорю, да, проконсультируйте меня. Иногда, ну, то есть, чтобы это не было криминальным обменом таким, что типа ты вытащил информацию, я иногда просто деньги потом закидываю. Я говорю, спасибо за консультацию, типа мы сейчас вам, ну, то есть иногда человек разговорчивый, да, я говорю, спасибо, я чувствую, что вы эксперт там в этой теме, да, допустим. Вижу, что там мы сейчас поговорили достаточно много, да, и, значит, вы мне дали много полезной информации. Я бы хотел вас отблагодарить, да. Я не знаю, будет ли мой там, буду ли я воспользоваться услугами, я такой человек, который хочу типа платить добро за добро. Вот, и обычно я закидываю там в пределах 300-600 рублей на карточку просто. Это достаточно, и люди вообще в шоке, то есть они, ну, то есть такого подхода нет. А у меня в телефоне появляется номер эксперта по этой теме, который мне понравился и уже помог, понимаешь? Ну, вот ты инфобизнесмен, а, ты инфонетворкер просто. Ну, нормальная тема, она же всем выгодна. Я спрашиваю, можно еще там другу, ну, то есть проконсультировать. У меня там такая тема по недвижимости была по земле, там какие-то спорные моменты. Он говорит, да, конечно, говорю, ну, все, я ему тогда скажу там 600 рублей за полчаса. Он такой, окей, не вопрос, все, пожалуйста, звони. Ясно, прикольно. Слушай, интересная методика. А есть какие-нибудь вещи, которые ты на откуп не отдашь, например, суперответственные? Например, поиск роддома, например, для своего ребенка. Или ты тоже можешь такое делегировать? Ну, а в чем проблема поиска дома? А что за ответственность? Ну, вдруг там что-то… Ну, а вот, допустим, такая проблема. А что если твоя помощница, не знаю, на той стороне очень сильный продажник, и он в чем-нибудь ее убедит и в чем-то неправильном? Ну, там, что вот там… У меня есть такой пример. Например, я когда-то мне заказывала компанию, брошюру. Она занимается системой безопасности. Она заказывала мне брошюру о устройствах безопасности банкоматов. И она выдала мне экспертов. Это руководители службы безопасности там в разных городах. В Калининграде, в Москве, в Петербурге, даже в Владивостоке был сотрудник. Их было 12 человек. Я с ними созванивался и спрашивал, какие устройства для безопасности банкоматов они используют. И бывало, вот я просил 10 человек из них, из них четверо дали совершенно противоречивые показания. Один говорит, нужно делать вот это устройство ставить. Второй говорит, вот этого не нужно обязательно ставить, это не безопасно, нужно вот это ставить. То есть они противоречат друг другу. Я их, конечно, отсеял, просто таких людей. Но в целом, а что если помощница позвонит какому-нибудь такому человеку, он ее убедит в чем-то, а это вообще неправильно? Ну, бывает и так, но у нее это было полчаса. И если она скажет, что у меня там какие-то сомнения или еще что-то, ну, то есть это можно углубиться всегда. Если у тебя противоречивые данные, то это повод, что, ну, как раз задуматься, что нужно либо больше исследований, либо ты берешь на себя риски того, что будут ошибки. Вот и все. Ну, если она с одним экспертом говорит, то откуда она знает о том, что может быть что-то противоречивое? Да, ниоткуда не знает. Конечно, ниоткуда не знает. Она берет базовые какие-то данные и в таблице пишет, что вот она же не говорит, что это от нее. Она говорит, вот по мнению такого-то эксперта, я уже сам как руководитель должен принять это решение или как клиент. Я сам должен сказать спасибо достаточно. Или говорю, слушайте, какие-то мутные данные. Ну, то есть ты, когда я анализирую, я же понимаю, там что-то сходится или не сходится. Вот. Ну, к примеру, вот давай акустическую вот эту вот особенность. У меня в чем была проблема? Я об этой теме вообще ничего не знал. Вот это какие-то вот эти ежики, да, поролоновые. Одна компания заявляет, что типа вот китайские это все подделки, а у нас вот самый настоящий поролон. Хотя, казалось бы, какой-то поролон и поролон. То есть выглядел он одинаково, но оказывается он с какими-то свойствами. Вот. И задача была позвонить, уточнить, собственно, в чем суть. Да, и никто, ну, нигде никто не пишет. Никаких сравнений нет в интернете, вообще нету, да. И можно верить только на слово. В общем, копались достаточно долго, до чего в итоге докопались. Уже спортивный интерес был. Что есть компания в Питере, которая производит данные, значит, конструкции. У них есть лаборатория, в котором они делают тесты. И у них эти тесты, ну, бумажки, бумажка есть. А у китайских нет. То есть они выглядят точно так же. И они сами, только с их слов они говорят, что китайские типа хуже, это подделка. А у китайцев просто нет этих данных. Понимаешь? Соответственно, мы не знаем. То есть единственный способ купить и то, и то, и провести эксперимент. То есть я так и хотел, на самом деле, купить два таких вот, это самое, компании одной и два китайских. И тупо сравнить, чтобы вот хотя бы у меня, может быть, я, кстати, так и сделаю. Но когда я посчитал там с доставкой, там, получается, из Питера доставка дорогая. То есть, а сама эта штука, она недорогая, вот это вот полотно. А доставка дорогая. То есть я в итоге понял, нет, мне выгоднее сразу купить дорогую конструкцию, там она в два раза дороже, чем китайская, чем рисковать. Но китайская тоже могу купить и тогда, если я куплю и сделаю, у меня будет единственное видео в интернете, да, которое скажет, что это, ну, как бы одинаково или нет, понимаешь? Я это все понял. Ну, то есть работая помощница, было это все как бы вытащить. Вот, ну, я это проанализировал и принял решение. Моей работой было принять решение, что закупаем здесь. Но я его осознанно принял. Причем на это решение я истратил, ну, наверное, еще там тысячи две, да, ну, в итоге. То есть, типа, пять часов, пять-семь часов там истратил, может быть, больше, не знаю. Но это не важно, потому что мне было важнее разобраться именно в принципе, да, чтобы потом, вот я могу сейчас с тобой квалифицированно об этом говорить, понимаешь? И с клиентом я могу об этом квалифицированно говорить. Я, по сути, так вот обучаюсь, ну, как бы сам, платя за свои вещи. Звучит очень круто на самом деле. Хорошо. Фигни не делаем, конечно, мы же тут не это самое, не зубы заговариваем, а работу работаем. Фигни не делаем, должно быть еще одним твоим слоганом, кроме, помимо бутиковой студии, мне кажется, да. Станислав Орехов, бутиковая студия, фигни не делаем. Я готов озвучить твой ролик на радио, если вдруг потребуется. Хорошо. Слушай, на самом деле, мне кажется, что и все, все, что хотел спросить. Давай какое-нибудь кратенькое напутствие, дай в конце, людям, которых, не знаю, людям с тревожным сознанием, которых беспокоит коронавирус, кризис и евро по 90, вроде меня. Я бы так сказал, то есть имеет смысл что делать? Имеет смысл сейчас искать какие-то новые способы, да, там, либо заработка, либо перепозиционирование, думать над этим, да. Для этого нужна естественная информация и обучение. То есть первично это информация, то есть что ты где хочешь, как изменить. Второе, если ты что-то хочешь сделать, то надо обучаться. Платно, бесплатно, как угодно. То есть если у тебя есть навыки самостоятельного вытаскивания информации и отработки, ну, к примеру, у меня он есть, я могу взять книгу и по книге сделать любой тренинг для себя в первую очередь. То есть я умею его законспектировать и сделать из книги задание. Знаете, когда читаешь книгу, там, например, там написано, а теперь там отложите и сделайте упражнение. Да, 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 да. Все типа проматывают. Я вообще никогда не делал уже эти штыки. Да, ну вот, это как раз-таки там то, что, скажем так, отличает, да, то, что можно сделать. Но по книге это мало сделать тему, надо еще получить обратную связь, потому что просто выполнить задание, ты же не знаешь, как ты его сделал. То есть то, что ты сделал, ты уже молодец, да, надо выполнить. Поэтому что можно сделать? Можно соединяться там в какие-то группы, если ты там не хочешь идти на обучение, например. Идеально, конечно, какого-то наставника найти, тренера. Вот, если не получается по каким-то причинам, то найти кого-то, себе партнера, да, с кем ты будешь работать. Поставить цель и вместе двигаться к результату. Корректируя, подгоняя друг друга и давая обратную связь. То есть, к примеру, вот карточки продуктов, либо упаковку, то, что ты делаешь, ну, например, для себя, для бизнеса, для клиентов упаковку какую-нибудь, да, описание свойств, ты можешь делать в партнере с кем-то. То есть один делает, другой проверяет, потом ты наоборот. Ну, примерно так. Для чего-то учит, ну, нормально. Ну, сейчас же вот есть контентные вот эти вот визиты, то, что тебе показывал. У меня есть ли за темы, да, грамм, посмотрите тему, то есть описание. Сейчас, кстати, очень большая, вот забыл сказать, тренд прям важнейший, это личный бренд развивать. Потому что люди, особенно в кризисной какие-то ситуации, покупают не по свойствам, покупают на доверие. Люди покупают и людей. Вот покупают просто, ну, не потому что там продукт какой-то там. Короче, у них нет времени анализировать продукт. Они видят, что ты нормальный, сам не стыдный. И вот, и у тебя покупают именно из-за этого, по этим причинам. Прикольно. Буду качать личный бренд. Ну, вот, допустим, видео мы сейчас записываем, например, да, видео. Я там какие-то темы рассказал. То есть, вот, просто, чтобы было понятно, как эта тема работает, на конкретном примере. Вот я сейчас рассказывал, как мы анализируем замороченную информацию, да, допустим. То есть, есть подозрение, что, скорее всего, если мы заморочены так вот в этом моменте, то то же самое мы делаем там везде, и в обучении, и в услугах по дизайну, ну, вообще везде. В целом этот подход, он говорит не о том, что вот мы заморочились с этим поролоном, да, быть он неладен, а в том, что мы такие люди, у которых, там, у меня именно это в приоритете. То есть, у меня ценность это в приоритете. Значит, все остальные вещи в жизни я буду делать точно так же, с таким же, а может быть, даже и большим усердием. Вот, поэтому тут надо, ну, вот, к чему еще полезно? То, что проводить эфиры, проводить какие-то обратные связи, вот такие телемосты, да, для того, чтобы показать свои свойства. Вот по этим свойствам люди подтянутся. Ясно, хорошо. А ты как думаешь? Так что ты опять? Ну, давай я тебя помучаю немножко, да. То, что это тут у нас какой-то допрос? Давай у нас с двух сторон будет, чтобы было веселее. Вот ты бы какие давал рекомендации, чтобы не унывать? Да слушай, я... У меня, наверное, такой рекомендации есть. Ну, она, опять же, все рекомендации действуют, наверное, в следующей ситуации. Это как прививка. Если ты уже болеешь, тебя поздно прививать. Я, наверное, для себя, я человек с тревожным сознанием, я, наверное, для себя вот какую штуку сделал. Важно всегда иметь какой-то финансовый запас, который позволит тебе прожить привычный для тебя уровень жизни не менее полугода. Ну, желательно дольше. Ты накопил? Потому что, в принципе... А? Ты накопил? Немножко накопил, но полгода не хватит. Ну, уровень жизни можно и понизить немножко. И, не знаю, пить не такое дорогое вино, и уже чуть получше станет. Тяжело, да. Ты бы лучше подумал, как подзаработать больше. Уровень жизни понизить. Я знал, что ты это скажешь. Ну, вот ты... Ну, что? Опять я облажался, да, Станислав? Ну, это вот к вопросу, когда мы проходили это там два интервью назад и к вопросу как бы применения. Да, почему сложно поменять? То есть не как сэкономить уровень жизни понизить, а как придумать какую-то схему, которая позволит тебе повысить даже ее сейчас. Нужно не думать, как сэкономить доллару, а думать, как заработать два. Сам сказал, при чем ты это. Да, но согласись, что вот этот майндсет, мышление, его очень трудно сменить. Оно просто, ты мне скажешь, оно не изменится никуда. Его невозможно сменить, если ты не будешь сам как бы действовать в этом направлении. То есть тебе надо заниматься в этой теме. То есть просто так вот сказал А и получил результат, конечно, нет. Через упражнение только, через осознание, что чего ты лишаешься, оставаясь таким мышлением, будь оно не ладно, мышление этих миллионеров. Вот это вот вся бредятина такая, которая выглядит как просто чепуха. На самом деле она выглядит так, потому что там банальщина рассказывается. А смысл не в банальщине вот в этой, а смысл в том, чтобы делать какие-то действия по пониманию этого. Вот как бы в этом самая главная тема. А так, конечно, можно долго смеяться на сумасшедших этих самых успешных, кто транслирует успешный успех. Вот, а самому думать, как мне там типа сэкономить лишнюю копеечку. Так не в этом дело. Я понял. Слушай, давай напоследок в конце расскажи, дай мне какое-нибудь домашнее задание. Что вот мы с тобой через неделю, полторы, две снова встретимся, я эту домашку сделал и можно будет протестировать, что я немножко... Правильно, правильно, Игорь. Слушай, чтобы дать какое-то домашнее задание, надо цель понять, потому что без цели невозможно стратегию построить. То есть первое, давай... Давай глобальную цель. Как делается? Я хочу зарабатывать больше. Вот как тебе? Первая цель надо поставить, вторая надо стратегию, ну то есть по этой цели расписать план, и третья уже по каждому части из этого плана, это уже будет домашка. Вот так делается обучение. А, я понял, хорошо. Давай, цель какая? Зарабатывать больше. Больше это сколько? Не конкретная цель, это плохо. То есть, как ты поймешь, больше ты стал зарабатывать или меньше? Какую сумму называть? Наглую или не очень? Да какую хочешь, лучше больше, потому что если ты не знаешь... Миллион рублей в месяц. Миллион рублей в месяц, отлично, окей. Так. Так, это цель. Что дальше делать? Куда идти? Цель, теперь тебе надо понять, на чем ты будешь зарабатывать. На редактуре. На редактуре, тексте. Окей, супер. Сейчас мы тебя это самое под конец подтестим. Хорошо? А что тебе сейчас мешает это делать? Я не знаю. Сложный вопрос. Нет ответа на него какого-то однозначного. Не знаю, средний чек моих проектов меньше. Нет клиентов, которые готовы платить много. А ну хорошо, давай с клиентами разберемся. В мире вообще есть клиенты, которые много готовы платить? Да, да, я иногда такие встречал. Да, ну вот значит как бы там у тебя... И средний чек получается твои работы, да? Средний чек моей работы сейчас, он не очень большой, 25-30 тысяч рублей. Окей. Но он должен быть типа 100 тысяч, наверное. А ты больше за время берешь, либо за проекты деньги? Я за проекты беру в основном. За проекты. А проекты, они как-то приносят пользу? Да, конечно. А ты можешь посчитать пользу, которую они приносят? Иногда, не всегда. А есть ли какие-то у тебя проекты, которые ты... Ну или ты можешь там... Ну есть ли сейчас, да? И можешь ли ты в будущем тоже брать проекты, которые пользу приносят? Ну и ты можешь посчитать эту пользу? Да. То есть в целом они есть. Хорошо. А если ты можешь посчитать пользу, можешь ли ты с какой-то долей вероятностью сказать, что там из 10 проектов сколько-то принесут ощутимую пользу? Там в 10 раз больше, чем ты вложил. Ну или там в 5. Не важно, любую цифру. То есть у тебя есть какие-то базовые цифры. В принципе, да. Вот. Соответственно, что нужно сделать? Вот тебе задание, да? Просчитать, собственно, эти цифры, да? Какие они могут быть? Какие проекты? Ты увидишь, собственно, какие проекты тебе стоит делать? И какие они типовые, да, скорее всего, у тебя? Либо придумать новые, которые ты сделаешь, принесешь пользу и миллион зарабатывает когда? Когда гарантирует результат. То есть твоя задача будет гарантировать результат. То есть ты приходишь ко мне и говоришь, вот Станислав, я хочу тебе заработать 10 миллионов, и ты мне миллион отдашь. Ну, примерно такая схема должна быть. Согласен? Я понял. Я такой думаю, блин, ну, наверное. А ты не шарлатан? Ты говоришь, нет, смотри, как мы это сделаем. И ты мне должен будешь сказать, как мы это сделаем. И показать. Ну, примерно так. Хорошо. Хорошо, договорились, научит, разумно. Не знаю, получится или нет, но я постараюсь. Ты можешь цифру поменьше взять. То есть теоретически у тебя может быть миллион, но обычно горизонт мышления в три раза больше. Ну, то есть я не знаю, какой у тебя сейчас доход, это не важно. Обычно люди видят какие-то решения, ну, типа, в пределах. Ну, то есть условно, если человек 100 тысяч зарабатывает, он примерно верит, что как-то он может 300 заработать. Если миллион, для него хоть миллион, хоть миллиард, как бы одинаково. Поэтому, если там для тебя много очень, ты можешь как бы такую часть взять. В принципе, вот так. То есть придумать, какие темы будут работать. Давай, хорошо. Звучит разумно. Я попробую это сделать. Давай через пару недель встретимся, в очередную запись я читаюсь. Сдам тебе домашку. Давай, попробуем. Договорились. Спасибо. Ну и ключевое, давай здесь, чтобы тоже в договоре все было более понятно. Я же тебе должен еще и теорию немножечко дать. В теории тут вот что. То есть, как только человек делает услуги, да, какие-то, он решает задачи клиента, когда клиент приходит и что-то говорит. Большие деньги делаются, когда у тебя есть уже продукт, который решает задачу. А желательно еще интегрируется и встраивается, помогает людям продавать. То есть, как только ты сделаешь твой продукт, который поможет людям заработать больше, вот что это будет за продукт, значит тебе будут платить, ну, примерно там 10% от пользы, которую он принесет. Соответственно, твоя работа будет в выстраивании такого продукта и в просчете цифр. То есть, а это просто, ну, как бы механика. Я понял. Окей, хорошо. Окей, да, записал домашку, приду, сдам. Слушатели и зрители наши посмотрят, оценят, на сколько баллов я тяну. Я еще напоминаю, друзья, что Станислав бесплатно практически, ну, если не считать его продажи, его курсов за оплату, ежедневно разбирает ваш вопрос в своем телеграм-канале. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Там есть мой личный контакт выложен, есть форма для заполнения. Пожалуйста, обращайтесь и получите ответ на свой вопрос. Вот. Если вам повезет, то вы достаточно симпатичны. Ну, это я пошутил, постарался, по крайней мере. Спасибо, Станислав. Пойдем успокаиваться в кризис. Издавайте вопросы, приходите Станиславу учиться, несите ему свои денежки, желательно доллары. Вот. Как-то так. И не умеет, да, продавать, Станислав? Нет, нет. Блин. Большая ошибка, что... Ты постоянно меня шпеняешь. Ты должен быть более лояльным ко мне. Я же для пользы. Не в конце надо продавать, типа, вот там, несите денежки. Что это такое? Ой-ой-ой. Слушай, ты знаешь, ты очень похож на такого типичного из голливудских фильмов. Там есть учитель Шаолине, и когда к нему приводят ученика, ученик постоянно лажает. Он все время все делает не так. Но потом уже он побеждает врага. Да. А в конце он как-то такой, блин, я понял, это все было не зря. Я страдал не зря. Надеюсь, так тоже случится. Вот эту вот тут уже хорошо продаешь. Молодец. Вот, видишь, вот я уже близок. Да, да, вот через историю хорошо заходит. Ее, наконец-то, я чувствую себя окей. Сергею спасибо за то, что помогает нам вести тоже телеграм-канал. Запускает вопросы, собирает. Да, я просто нажимаю кнопку отправить, больше я ничего не делаю. Спасибо Станиславу. Держитесь, кризис, не болейте, увидимся. Спасибо, пока. Пока.